Это нормальный автодорожный сериал «Не делай как я» или очередная серия автодорожного сериала «Учительская». В роли учителя выступил рулевой идеально подходящий для этого тачки. Это здоровенный, непременно черный ленд-крузер на государственном регистрационном знаке, которого серия «Три Анны» и номер «Трижды Первый». Причем, обратите внимание, все это в сочетании именно со 196-м кодом региона. А его оппонентом стала молодая дама за рулем легковушки. Средь бела дня по улице Титова они вместе пытались покинуть вторчермет, но, едва миновав ферганский Т-образник, оба встали. Точнее, пилот-крузака, грубо нарушая правила опасно маневрируя, вынудил автоледи остановиться вслед за ним. Автоледи закричала на него еще до того, как он мог хоть что-то услышать. Ты нормальный меня, ты придурок! Ты меня щука подребал! Ты подребал, ты понимаешь это! Из этого следует, что дама поначалу пыталась оставаться в рамках правил. То есть не стала объезжать крузак слева, пересекая сплошную линию разметки, поизносившуюся до такой степени, что кому-то может показаться сплошной двойной. Но в конце она все-таки это сделала. Более того, при этом сломала об мужчину свое зеркало заднего вида, то есть совершила ДТП и покинула место происшествия, нарушив требования разметки. Ладно, крузеровод оказался настолько благороден, что не стал заявлять о ДТП. Ну а дама неблагородно обвинила его в том, что он нарочно отломил ей зеркало. Мужчина же оказался еще и неробким и с открытым забралом ответил через СМИ, представившись. Илья Устин, 45 лет. И вот его версия, которая добавляет одну очень важную деталь, о которой скромно дама умолчала. Она оказывается собственным пальчиком нажала спусковой крючок ситуации. Цитата с портала Е1. Ситуация достаточно банальная была. Я утром вместе с женой ехал в больницу и уже поравнялся вот с этой машинкой, и начала она перестраиваться влево. Я посигналил, чтобы избежать ДТП. Проехал, а она достает и показывает факт мне. Я остановился, спокойно вышел из машины, хотел объяснить, что так нельзя делать. Подхожу, смотрю, молодая девчонка мне в дочери годится. И орала, как бешеная, такими матами, что и мужики в гараже так не ругаются. Конец цитаты. Кажется теперь, что достаточно неправы и достаточно нанарушали всего оба. Но кто-то при этом еще и наказал себя же материально.